Субтитры делал DimaTorzok Почему? А потому что ему неохота выглядеть белые вороны. Он приглашает с собой компашку, чтобы все были как он. Сегодня мы поговорим о воскресении, но о воскресении с целью Божьего суда. И мы посмотрим, какая связь у Бога есть с фактом воскресения и тем, что грядет в будущем. Поэтому давайте найдем пение, споем, чтобы собрать всех, которые опаздывают. Вот для нашего ободрения. И номер шестидесятый. Во гробе он лежал, Иисус Спаситель. Дня славы ожидал, Иисус Господь. Номер шестидесятый. Просто. Во гробе он лежал, Иисус Спаситель. Дня славы ожидал, Иисус Господь. Из гроба он восстал, он восстал, И все силы вражьи он попрал, он попрал. Он воскрес на тьмой победу одержал, И с ним вечно царствовать своих призвал. Он воскрес, он воскрес, Аллилуйя, он воскрес. На проста стерегут Иисус Спаситель, Четно печать кладут Иисус Господь. Из гроба он восстал, он восстал, И все силы вражьи он попрал, он попрал. Он воскрес на тьмой победу одержал, И с ним вечно царствовать своих призвал. Он воскрес, он воскрес, Аллилуйя, он воскрес. Побеждается Иисус Спаситель, Плед расторгается Иисус Господь. Из гроба он восстал, он восстал, И все силы вражьи он попрал, он попрал. Он воскрес на тьмой победу одержал, И с ним вечно царствовать своих призвал. Он воскрес, он воскрес, Аллилуйя, он воскрес. А вот с его воскресением связан весь ажиотаж в сегодняшнем мире. Вместе с тем мы находим многих людей, которые говорят, что он воскрес. Посмотрите, это с момента воскресения Лазаря. Вы помните, что были три примера в Ветхом Завете воскресения. Из мертвых людей есть три во время служения Иисуса. Это за три с половиной года. И есть три других примера, описанные в книге Деяния Апостолов. Когда после чего Иисус вознесся на небо, три другие человека воскресли. Но мы говорим о воскресении Лазаря, одного из тех, который был воскрешен во время служения Иисуса. Посмотрите на 12 главу Евангелия Иоанна, даже наверное 11, и на 19 стих. 11 глава Иоанна, стих 19. Вы видите, что здесь по случаю воскрешения Лазаря собралась большая толпа людей. Было много из них, которые умели плакать. И этот процесс у них длился семь дней. Среди вот этих плачущих, они должны были столкнуться с невероятной действительностью. Когда из окружных сел и городов они пришли плакать о умершем. Вдруг умерший воскресает. Я не знаю насчет вас, но у меня умер отец. И я точно знал, что он умер. Потому что я, там, все вот эти вот машину надо из морга забрать, надо надеть, надо побрить, надо. И я точно знал, что через три дня он лежал в могиле. Потому что я был на кладбище, я был там, когда закапывали. И я точно знал, что он мертвый. Представьте себе, что тогда, когда вы пришли домой, кто-то вам приходит и говорит, что ваш отец не мертв, что он жив. Что бы вы делали? Вы, наверное, побежали бы на кладбище, чтобы посмотреть и убедиться, что гроб остался там, где лежал, но в гробу никого нет. Наверное, есть какие-то, которые раскопали гроб. А чтобы там, может быть, золото найти, я не знаю, чего они там искали. Но через еще несколько дней приходит к вам кто-то и говорит, я встречался с твоим отцом, он жив, вот там, вот я его видел. Что бы вы делали тогда? Вот это то, что переживают ученики. Им очень трудно помещается, что Иисус воскрес из мертвых. Они были на его могиле, они слышали о том, что запечатано и что там все поставлено, а гроб закрыт. Посмотрите на их реакцию. Держите закладку здесь в Иоанна, мы вернемся сюда. В Марков 16 главу, посмотрите на стих, можно с 12 даже почитать. Были два других ученика прежде, 11 учеников, которые также не могли вместить в себя, что тот мертвый, который был похоронен, и вся процедура была совершена по всем правилам, теперь живой. И он присоединяется к ним по пути. Это или в 24 главе Луки можно прочитать, можно прочитать здесь с 12 стиха в 16 главе Марка. После этого он явился в другом виде, в двум из них, когда они шли и вошли в селение. И они пошли и рассказали об этом остальным. Не поверили им, все люди, которые слышат, что мертвый воскрес из могилы, это не помещается в нашу мозговую коробку. У каждого из нас есть 5 чувств, да? Вы можете что-то слышать, вы можете что-то видеть, но вам нужно убедиться и вы хотите пощупать. Когда вы пощупаете, тогда вы понимаете, что это реальность. До тех пор, это можно приснилось или почудилось, или галлюцинации какие-то, еще какие-то. Посмотрите на реакцию 11 учеников с 14 стиха. Потом он явился в 11, когда они сидели за трапезой и упрекал их за их неверие и жестокосердие. Потому что они не поверили тем, кто видел его после того, как он воскрес. Скажите, можем ли мы укорять учеников за их неверие? Когда, если бы наш родственник или близкий кто-то воскрес из могилы, мы бы также не поверили. Мы бы пошли, пока весь не потрогаю, пока весь не увижусь, я не поверю. Иисус, мы знаем, что многое делает для того, чтобы убедить их. Вся жизнь Иисуса также делится на три периода. Мы знаем, что 30 лет он находится в родительском доме, где учится послушанию, ремеслу и всем другим сферам жизни. А потом мы находим его 3,5 года, служа многим толпам в Иерусалиме, исцеляя всякую немощь. И последние 40 дней ему нужно посвятить на то, чтобы убедить или доказать ученикам, а что он воскрес из мертвых. И мы знаем, что он является Петру отдельно, Якову отдельно, Фоме отдельно, 500 отдельно, Павлу отдельно. Для того, чтобы каждого из них убедить. И это было бы для нас убеждением. Итак, посмотрим на 11 главу Евангелия от Иоанна. Посмотрите на 19 стих, когда в доме Лазаря собираются эти плакальщицы, для того, чтобы утешить Марию и Марфу по отношению утраты брата. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии, чтобы утешить их относительно брата их. Я не знаю, в чем состоялось утешение. Может быть, кто-то приносил какую-то еду, может быть, кто-то говорил какие-то ободряющие слова, а может быть, кто-то выполнял какую-то домашнюю работу. Но посмотрите на 45 стих 11 главы. Тогда многие из иудеев, которые пришли к Марии, видели, что сделал Иисус и поверили в Него. А как многие поверили, мы видим в следующем стихе. А в чем отличается вера от них от других? И если мы будем говорить о вере больше, и Евангелист Иоанн намного говорит об этом. Вы помните, когда встретился с Иисусом Никодим? Никодим говорит о своей вере. Мы верим, что ты Мессия. Но верить, что он Мессия, было недостаточно. И если вы сегодня верите, что это всего лишь Мессия, а другие верили, что он учитель, что он благой человек, а еще кто-то, этого недостаточно. Посмотрите, почему недостаточно. Вот мы читаем 46 стих. Но некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. То есть, другими словами, подставили Иисуса. Вместо того, чтобы сказать, я оставляю весь свой прежний груз, прежние свои убеждения и последую за Иисусом по дороге, они пошли и поделились тем, что произошло с фарисеями. Мы знаем, что это послужило отправным пунктом, чтобы распять Иисуса, потому что фарисеи не могут снести, что вся толпа пошла за Иисусом, а они остаются без никого. Переведите, пожалуйста, в первую главу Деяния апостолов. Посмотрите на то, что Писание просит нас сегодня сделать с тем Иисусом, который воскрес из мертвых. Это не просто поверить. И мы знаем, что есть люди, которые верят с таким безразличием. Ну, он воскрес, ну, пускай воскрес. А что касается тебя, а ты воскреснешь? Ну, не знаю, а с той стороны никто не пришел, или там еще что-то они говорят. А если вы будете говорить с людьми, вы узнаете многое из того, что они думают. Я знаю, что есть в этом мире много разных философий, которые, скажем, подразумевают жизнь после смерти. Одна из них реинкарнация. Вы слыхали про такую, да? Что если ты плохо жил в этой жизни, в следующей жизни ты будешь, может быть, коровой, может быть, тараканова, может быть, змеей, а еще. И так этот цикл будет меняться. Если ты будешь делать плохо, то будешь делаться хуже и хуже и хуже. И это не о том, что мы будем говорить сегодня. Есть другая теория, которая говорит, что ты отщепенец, допустим, лучика света. И в конце жизни ты снова присоединишься к тому огромному светилу, и будешь продолжать там, будь то сиять, будь то буддисты верят в эту теорию. Она не подтверждается Библией. А есть много других теорий, наверное, которые вы больше знаете, чем я. Сегодня мы поговорим о доказательстве того, что Иисус воскрес. Посмотрите в первую главу Деяния, с первого по третьей стихи. Первый трактат оставил я, о Феофил, обо всем, что Иисус начал и делать, и учить. Для того дня, в который он был поднят после того, как через Святого Духа дал повеление апостолов, которых он избрал. Которым и явил себя живым после страдания своего. Посмотрите, многими верными доказательствами. Это не просто факт. Допустим, помните вы Хромова, который пришел, и фарисеи спрашивают, что труднее сказать? Встань и ходи, или прощаются тебе грехи? Для вас что труднее? Будь то вы скажете, прощаются грехи, никто не знает, простились или не простились. Но если вы скажете, встань и ходи, и он не встанет и ходить не будет, тогда ваши слова остаются пустыми. Иисус не пускал слова на ветер. Он пришел для того, чтобы учить со многими верными доказательствами, будучи видимым ими 40 дней, и говоря об отношении к Царству Божьему. Вы помните Иисуса, ходящего по морю, когда люди думали, что это дух всего лишь. Он еще был в теле, это еще не был момент смерти или воскресения. И они видят какой-то призрак, призрак двигается. Понимаете вы, что такое призрак? Это что-то, как типа белая простыня двигается, какая-то бесформенная или меняющая форму. Но Иисус был действительной сущностью, который пришел к ним в лодку, и который приказал буре успокоиться. И помните вы события. Но мы говорим о событиях, которые служат доказательством. А в последние 40 дней для всех тех, которые были его учениками. Переверните в 10 главу Деяния апостола. Посмотрите на 40 по 42 стих. Почему-то Иисус не пошел с этими доказательствами к Пилату, к Ироду, к воинам, к фарисеям, к Саддукеям, или Родианам, или еще кому-то. Посмотрите, что говорится в книге Деяния апостолов. И это то, почему многие люди остаются неверующими, или и остаются во тьме. Не желают выйти на свет и оследовать за этим светом. 10 глава Деяния апостолов, 40 стиха. Его Бог воскресил в третий день и показал его открыто. То есть это не было где-то в углу происходящим. Это было открыто сделано. Не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, именно нам, которые ели и пили с ним после того, как он воскрес из мертвых. И он дал нам проповедовать народу и свидетельствовать, что он есть, который поставлен от Бога, быть судьей живых и мертвых. Посмотрите на связь его воскресения с судом, который будет в будущем. И о котором мы говорили в прошлом воскресении, как те люди, которые практикуют те вещи. А это ждет их. Почему? Потому что так упорядочил Бог. В 13 главу Деяния апостолов перевернем в 31 стих. Посмотрите на другое подтверждение того, чему Иисус посвящает последние дни своей жизни на земле. 31 стих. И его увидели много дней те, что пришли с ним из Галилеи в Иерусалим, которые есть его свидетели народу. Иисус не распространяется теперь на всю толпу, которую мы читали в 11 главе Иоанна. Многие поверили, но немногие последовали и предали его фарисеям, или рассказали об этом, о случае фарисеям, что наполнило их завистью, и они стали задумывать план, как его уничтожить. Во 2 Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Посмотрите на следующий отрывок. И таких отрывков очень много в Писании. Я выбираю только некоторые из них. Читая Писание, вы найдете множество таких отрывков. Поскольку вы ищете доказательства того. Ищете ли вы доказательства того? Это не просто слова, это действительное доказательство, что Христос говорит во мне, который по отношению к вам не слаб, но могуч в вас. И вот о таких доказательствах мы посмотрим сегодня несколько из них, которые убеждают человека, и убеждая, заставляют его задуматься о будущем суде, о котором снова очень большая тема. И касается месяца и годы, можно посвятить этой теме, которая очень-очень много говорит о связях воскресения. Посмотрите во 2 Коринфянам 8 главу 24 стих. 2 Коринфянам 8, 24. «Посему покажите им, то есть докажите им, расскажите им и перед церквями доказательства вашей любви и нашей похвалы о вас». Вот первое доказательство воскресения Иисуса. Поверили мы в действительность, или мы просто говорим автоматически, Христос воскрес, или воистину воскрес, или по-украински говорим, по-молдавски говорим, или как-то еще говорим. Докажите вашей любовь и нашей похвалы о вас. Вот Павел о чем просит? Особенно в сегодняшнее время, когда людей пытались разъединить. Вы с прививками, а вы без прививки, а вы больные ковидом, а вы не больные ковидом, а вы той национальности, вы другой национальности. Людей пытаются разъединить. Доказательство того, что я поверил в воскресение, это любовь, не важно нация, не важно прививка, не важно болезнь, или что-то еще там, это моя любовь переполняется к этим людям, которые нуждаются в ней. Посмотрите во 2 Фессалоникийцам, 1 главу, с 3 по 5 стихи. 2 Фессалоникийцам, 1 глава. Стихи с 3 по 5. Мы обязаны всегда благодарить Бога за вас, братья, как и подобает, потому что ваша вера возрастает чрезвычайно. И снова смотрите, и любовь каждого из вас всех друг другу изобилует. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих за ваше терпение и веру во всех ваших гонениях и скорбях, которые вы переносите. Он просит, чтобы любовь чрезвычайно возрастала, каждого из вас друг к другу, и изобиловала. Это доказательство возрастания любви говорит нам о том, что воскресенье не прошло мимо нас, не оставило нас в стороне. И нам важно, будучи церковью, будучи избранными, будучи теми, которые очевидцы воскресения, поверившими в воскресение, быть теми, которые не остаются безразличными. Якова, листаем чуть дальше, после книги евреям, где тоже много есть чего прочитать в отношении этой темы. Посмотрите на третью главу Якова, стихи 13 и 14. Якова, третья глава, страничка 12-17, если у вас такая Библия, стихи 13 и 14. Посмотрите, кто есть человек мудрый и наделенный знанием среди вас? Каждый хочет быть мудрым, каждый хочет рассказать о том, что он знает или через что он прошел в своем опыте. Посмотрите, пусть покажет из доброй жизни дела свои, скротостью мудрости. Это не просто говорить, я мудрый, я мудрее, чем ты, у меня есть три диплома, у меня есть пять дипломов, а пусть покажет или пусть докажет, что в нем есть эта мудрость. 14 стих. Но если имеете горькую зависть и раздор в сердцах ваших, не хвалитесь и не лгите на истину. Есть люди, которые из зависти, из гордости не хотят быть чуть ниже на ступень и хотят похвалиться своей высотой. Если ты хочешь похвалиться высотой, докажи на деле, не имеешь доказательства, посиди, помолчи. Другой отрывок в Колоссянам. Третья глава. Послание Колоссянам третья глава. Первые два стиха мы прочитаем. Посмотрите, это обращение к тем, которые воскресли, которые не просто верят в тот факт, который две тысячи лет назад прошел, а те, которые стали на сторону воскресшего, которые не остались безразличными или апатичными, не остались врагами воскресения, а стали на сторону воскресения. Если же вы воскресли со Христом, ищите того, что вверху, где Христос сидит по правую руку Бога, просит Дух Святой через апостола Павла. И посмотрите, в чем заключается быть по правой стороне Бога и искать горного. Привязываясь к тому, что наверху, а не к тому, что на земле. Легко жить 364 дня своей жизнью и один день в году пройти по улице и сказать Христос воскрес или ответить воистину воскрес. Но Павел не просит нас жить такой жизнью, он просит нас дышать или быть наполненным темой воскресения. Он говорит, привязывайтесь к тому, что наверху, и то есть это в каждый день вашей жизни, а не то, что на земле. мы знаем, что воскресение это важная часть спасения каждого человека, и каждый человек будет воскрешен. Об этом проповедовал Иисус, живя еще при жизни. Посмотрите в 12-ю главу, даже не в 12-ю в начале, в начале в 5-ю главу, давайте посмотрим, в 5-ю главу Евангелия Иоанна, мы прочитаем с 25-го по 29-й стихи. 5-я глава Евангелия Иоанна, с 25-го по 29-й стихи. Истина, истина, говорю вам, приходит час, и пришел уже, когда мертвые услышат голос Сына Божьего, и те, кто услышат, оживут. Об этом мы читали эту историю в 10-й, в 11-й главе Иоанна о воскрешении Лазаря. Были вы, наверное, похоронах, и вы, наверное, ослышали, насколько громко плачут родственники. Но вместе с тем, мертвые остаются безразличными. Но придет день, когда мертвые услышат глаз Сына Божьего, и те, кто услышат, оживут. Мы знаем, что Иисус обратился Лазарь, выйди вон. Лазарь, будучи четыре дня в могиле на палестинском солнце, за четыре дня ты уже разлагаешься. Ты не можешь сохранить свое тело от дискомпоновки, от запах невероятный. И вместе с тем слух его сохраняется. Вы, наверное, скажете, я присутствовал, когда перекапывали кладбище, или там копали дом, фундамент, там нашли кости чьи-то, и там ничего не было, и мы там кричали, никто нас не услышал, и это все неправда, что кто-то может услышать из мертвых, но мы видели факт в 11 главе Евангелия Иоанна, что мертвый услышал, и если бы Иисус не сказал Лазарь, а просто сказал выйди вон, все мертвые вышли бы из могил, но он уточнил Лазарь, и только Лазарь вышел из могилы. Посмотрите на дальнейшее повествование, 26 стих, ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Я не знаю, если вы заметили, но брат Павел проповедовал в четверг проповедь о пустой могиле, и там был отрывок из Деяния апостолов 3 главы 15 стих, посмотрите на него снова, 3 глава Деяния апостолов 15 стих, в связи с тем, что мы прочитали здесь, и отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе, теперь Деяние 3.15 видение какое-то, это настоящий факт. И когда они в этом убедились, они готовы были умереть ради того факта. 27 стих 5 главы Евангелия Иоанна «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, ибо приходит час, в который все, кто в могилах, услышат глаз его, и выйдут те, кто делает добро воскресения жизни, а те, кто делает зло воскресения осуждения. А как вы видите, любой человек, родившийся на эту землю, должен будет столкнуться, неважно, верит он воскресение или не верит, он должен будет столкнуться с воскресением. Одни написаны к воскресению жизни, те, кто делает зло, к воскресению осуждения. Теперь перевернем в Ветхий Завет и посмотрим на несколько ветхозаветных ссылок, которые говорят нам о вот этом суде или этом воскресении. Во-первых, книга Йова, 14 глава, стих 14. Книга Йова, 14 глава, стих 14. Смотрите, вопрос, если умрет человек, будет ли он жить опять, спрашивает Йов, все дни назначенного мне времени буду я ждать, пока не придет моя смена. Это большое желание знать, что будет за гранью этой жизни. И Иоанн говорит нам, что будет обязательно воскресение одних к осуждению, других к жизни. И об этом мы можем много-много-много говорить. Посмотрите в книгу Даниила. А седьмую главу книга Даниила. Сегодня праздник, работы нету, так что полезно Библию полистать. Седьмая глава книги Даниила, стихи 9 и 10. Вот как выглядит суд к осуждению. Посмотрите на слова, записанные у Даниила. Стихи 9 и 10. Я смотрел, пока не были поставлены престолы, и сел древние днями, одеяние которого было белым, как снег, и волосы головы его подобен чистой шерсти, престол его был подобен огненному пламени, и колеса его как пылающий огонь. Огненный поток исходил и выходил от него. Тысяча тысяч служили ему, и десять тысяч раз по тысяч стояли перед ним. Начался суд, и были раскрыты книги. Вот начало описания Божьего суда. Вы спросите, а что же там написано в книгах этих? Вот именно от этого будет зависеть вы воскресенье воскресенье к жизни или воскресенье осуждения, где все ваши поступки, слова, дела, и то, почему мы сегодня собраны здесь не для того, чтобы встретиться друг с другом, а для того, чтобы быть экипированными, чтобы не просто сказать слова, а чтобы доказать, что в нас произошло воскресенье, и не только Христос воскрес когда-то, или Лазарь воскрес когда-то, или еще кто-либо воскрес, но и мы воскреснем в один день. Это то, для чего мы живем, это цель нашей жизни. Мы говорили из послания Колоссянам, а чтобы уже не для земного жить, но для горнего и в горние вкладывать. Вот почему Даниил он говорит о суде, который предстоит каждому человеку. Вы не можете просто сквозняком пройти через эту жизнь и остаться безнаказанными. Обязательно придет время ответа. тогда, когда посмотрите в книгу Откровения 20 главу, где мы найдем больше описания того, что написано в книгах и что ждет нас в этом суде. 20 глава книги Откровения мы начнем читать с 11 стиха. И увидел я великий белый престол и того, кто сидел на нем, о чем мы читали в книге Даниила от лица которого бежало небо и земля и не нашлось им места. Представьте себе, что там вы уже не чувствуете себя твердо, как теперь. Теперь вы можете стать, упереться куда-то, схватиться за что-то или как-то удержаться. А во время суда вы в невесомости. Там не за что укрепиться или зацепиться. Небо и земля бегут от этого престола. И увидел я мертвых, малых и великих, Гитлера, Путлера, всех остальных, Сталина, кого хотите перечислите, все будут тут присутствовать. Малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и другая книга раскрыта была, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые из того, что было написано в книгах согласно делам своим. Вот где требуется доказательство. Не просто слова, а нужно доказательство. Когда мы, может быть, что-то сказали, но не сделали, а когда мы сделали, мы подтвердили свои слова. Посмотрите, как результат, что происходит. И отдало море мертвых, которые были в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, то есть все то, что сгорело, пыль, вся собрана вместе, кости, где бы они не были разбросаны, без вести, или как-то, все было собрано вместе, все находится в порядке. И были они судимы каждый, без исключения, согласно делам своим. И смерть, и ад были брошены в озеро огненное, это есть смерть вторая. И всякий, кто не был найден записанным в книге жизни, был брошен в озеро огненное. Это не страшилки, это реальные вещи, которые описываются нам в достоверном документе, который проверен временем, проверен на критику, на всякие другие проверки, он достоверный документ. Переверните в Деяние апостолов 17 главу 31 стих. Мы здесь снова найдем время описания этого суда. Потому что он назначил день, в который будет судить мир по праведности посредством того человека, которого он поставил, о котором он дал уверенность всем в том, что воскресил его из мертвых. То есть те 40 дней необходимы были, чтобы эти ученики, очевидцы наполнились уверенностью, и чтобы они знали, что слова Иисуса, а что все мертвые воскреснут из мертвых, это не подвох какой-то, не подделка, это достоверный факт, который в действительности произойдет. А 4 главу, а 1 стих. А 2 послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. Поэтому повелеваю тебе перед Богом и Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление его и в царстве его. Снова и снова доказательство, что никто не сможет как-то там проскользнуть, подкупить, выкрутиться, какой бы он хитрый небом, не пройдет этот вариант. Обязательно тебе надо будет давать отчет перед Богом. Как много есть того, что говорит нам Писание об этом. И оно непосредственно связано с Воскресением. Люди, относящиеся, ну, это не сейчас, это когда я там старше стану, когда на пенсию выйду, или когда-то еще, когда будет у меня больше времени, или когда здоровее буду. А нет, воскресение именно потому, чтобы в нашей жизни оно проявилось сегодня. Книга Деяния апостолов, но 24 глава 15 стих. 24-15. И имею надежду по отношению к Богу, который они и и сами признают, что будет воскресение мертвых, как праведных, так и неправедных. Бог не оставляет никакой лазейки для сомнения и для уныния, что это может как-то не произойти. Это точно произойдет. Посмотрите в 7 главу Деяния апостолов. Стихи 9 и 10 мы прочитаем. И патриархи, движимые завистью, продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. И избавил его от всех скорбей его, и дал ему благосклонность и мудрость в глазах фарона, царя египетского. И он сделал его правителям над Египтом и всем домом своим. А также это не деяние, это было Даниила, мы уже Даниила читали. Извините. Посмотрите на 16 главу Матфея. 16 глава Матфея, 27 стих. Плохо, когда составляешь проповедь ночью и вместо книги деяния пишешь книгу Даниила. 16 глава, стих 27. Ибо придется им человеческим во славе отца своего с ангелами его, и тогда воздаст он каждому согласно делам его. Я думаю, теперь у вас не остается сомнений, что суд Божий, как праведных, так и неправедных, по-настоящему состоится. И ваше отношение к воскресению не должно быть безразличным с сегодняшнего дня и дальше. Как колоссяне или фессалоникийцы или коринфяне, они должны были показать или доказать в своей практике действительность воскресения, а этого требуется от нас. Скажем, легко любить человека с первого взгляда, согласитесь, да? Мы с первого взгляда видим кого-то, говорим, о, вы такой благородный человек, вы такой расположенный к нам, помогли нам, сделали что-то. А что вы скажете в отношении этого человека через год, когда вы поближе с ним познакомитесь, вы, наверное, скажете, отвратительно, этого я не видал, и с ним близко не хочу быть, или еще не знаю, какие-то слова. Вот где мы измеряем нашу любовь. Наша любовь за год выросла, или она спустилась на нет. Бог просит, чтобы каждый раз, когда мы подходим к исследованию себя, а мы посмотрели на свою внутренность. Не просто сказали Христос воскрес, воистину воскрес, не просто, может быть, послали кому-то открыточку с поздравлением, или ответили на открыточку с поздравлением, а проверили наш уровень любви, что с ним происходит по отношению всем людям. Можем ли мы помещать всех людей, как Христос учил нас? Посмотрите на разных его учеников. Один сборщик податей, жадненький, скажем такой, липнет все к его рукам, все, что где неправильно лежит, он находит им место. А другой Иуда, у которого кошелек, у которого все деньги там, третий там рыболов, какой-то четвертый еще кто-то, а каждого он мог понять и мог вместить и вместе их подвинуть к тому служению на протяжении 40 дней. 11 вместе, Фомы там нет. Что бы вы сказали? Ну, большинство собралось, большинство проголосовало, решение принято. Фома не захотел приходить, он исключение. Иисус не делает исключения. Иисус ждет всю неделю, пока Фома появится. И Фома, появившись, он не говорит ему, ну, ты послушай их свидетельство, и что они тебе скажут, а дальше делай. Он говорит, нет, 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 вы подождите немножко в сторонке, а ты возьми свою руку, возьми свой палец, поставь раны и проверь, были ли здесь гвозди, было ли здесь копьё, убеди, чтобы ты стал тем, который живешь воскресеньем, чтобы тогда, когда придет суд над живыми и мертвыми, ты мог быть в числе тех избранных, а тех, которые убеждены и которые свидетельствуют об этом. Мы помолимся Господу. Есть много других отрывков, я не хотел бы заполнять всё это оставим может быть на следующий раз, будет ещё у нас воскресенье и будет ещё время для рассуждения, где есть много отрывков о воскресенье, которые учат нас чему-то, которое очень нам необходимо до наступления сюда взять в распоряжение для того, чтобы не оказаться безразличными. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Тот, Который в действительности воскрес из мёртвых, это не пустые слова, ты на протяжении сорока дней доказывал всем очевидцам, которые последовали за тобой, о достоверности этого события, которое непременно связано с будущим судом. Благослови каждого из нас убедиться, разобраться, доказать себе, показать себе достоверность твоего воскресения, чтобы не жить безразличной жизнью к тебе, а чтобы быть готовым к этому суду и быть в числе тех, которые праведны, не оказаться на суде с неправедными, а где картина очень страшная. Благослови нас правильным решением. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. Перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok